Всем привет! Я Федотов Вячеслав, IT-проджект менеджер команды SuperAppVK. И сейчас мы продолжим разбирать блок, придумываем идею мини-приложения. Начнем с генерации идеи. Где же взять интересную и качественную идею для своего мини-апа? Ведь придумать уникальную идею в наше время довольно сложно. Но важно помнить, уникальная идея — это не равно гениальная и успешная. Одна из самых популярных методологий поиска идей — это копирование. Важно, что копирование — это неплохо. macOS, между прочим, тоже копирование идеи, но тем не менее она оказалась достаточно успешной. Метод рабочий. Он позволяет дешево и быстро находить идеи. Если оглянуться вокруг, то увидите массу приложений, сделанных по данному принципу. Есть много нативных приложений, которые не имеют аналогов в формате мини-апов. Пользуясь копированием, необходимо обращать внимание на некоторые аспекты. Первое — мы создаем мини-приложение в социальной сети, на платформе, где достаточно много социальных механик. Крайне важно дополнительно изучить саму платформу. Какие возможности у нее есть, какие возможности она открывает, какую мы решаем проблему, почему наше решение самое оптимальное. Не нужно слепо копировать. Этот путь вряд ли приведет вас к успеху. Нащупайте особенности, которые делают ваш мини-ап уникальным и закроют слабые стороны аналогов. Вдохновляйтесь идеями за пределами области, в которой вы работаете. Расширяйте ваши границы. Есть популярный термин «out of the box», который однозначно намекает нам, что находиться в коробке и мыслить узко в рамках одной сферы — это не есть хорошо. Не замыкайте себя внутри коробки, постарайтесь посмотреть на другие сферы, что можно переиспользовать или адаптировать. Узнайте больше про дизайн мышления. Дизайн мышления — это метод и процесс решения конкретных задач, которые помогают понять пользователя, осмыслить его проблему и найти альтернативные решения. Он состоит из таких этапов, как первое — это эмпатия, то есть способность сопереживать чувствам других людей и понимать, от чего они возникли. Эмпатия помогает представить себя на месте тех людей, для которых вы делаете свой продукт. Дизайн мышления — это способ выяснить, что на самом деле нужно людям и чего они опасаются. Второй этап — это анализ и определение проблематики. Этап номер три — генерация идеи. Этап четыре — выбор идеи. Этап пять — прототипирование. И заключительный этап, шестой — это тестирование. А поможет вам разобраться в дизайн мышления такие книги, как книга Хэлла Греггерсона «Вопросы — это ответы», где одним из самых главных тезисов является секрет правильного ответа «Это четко сформулированный вопрос». Книга поможет правильно сформулировать проблемы, которые сами утолкнут вас на решение. И, конечно же, книга Тима Брауна «Дизайн мышления в бизнесе». Книга покажет, как появляются интересные, новые и, главное, эффективные идеи. Ну и напоследок небольшое упражнение, в котором можно составить чек-лист к действию. Первый пункт — определитесь с проблемой. Выпишите от пяти до семи проблем или болей, которые вас окружают. То, что вас беспокоит или мешает. То, что неудобно, по вашему мнению. Приоритизируйте этот список и выберите самые острые. Пункт номер два — сгенерируйте решения. Перечислите все решения на те проблемы, которые вы для себя выписали. Пункт номер три — изучите аналоги. Об этом подробнее мы поговорим с вами далее, в следующем видео. Сейчас я бы выделил несколько подпунктов. Первое — как приложение решает вашу проблему. Сделайте свод-анализ сильных и слабых сторон и подумайте, что можно сделать лучше на основе этих слабых сторон. Пункт номер четыре — обратите внимание на другие сферы. Об этом с вами мы уже говорили ранее. Можно ли что-то использовать из других сфер? Возможно, данную проблему уже решали в смежных областях. Пункт номер пять — подумайте, как использовать социальные механики платформы и геймификацию. Социальные механики — это то, что даст вам трафик и преимущества. Помните, что вы находитесь в социальной сети, а геймификация — это тренд, который по-настоящему работает. И, наконец, пункт номер шесть — выберите лучшую идею и пробуйте. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok